послание от рода сегодня второй расклад у нас на такую щепетильную тему кто-то из вашего рода хочет выйти с вами на связь кто-то видите действительно связанная с вашим домом а с вашими прабабушками прадедушками кто связан именно с вами по крови всем кому эта тема интересна все кто хочет услышать какую-то информацию которая к вам идет рвется вы возможно ее не замечаете возможно с вами уже выходили на связь но вы этого не чувствовали то в таком случае правильно что вы открыли этот расклад я надеюсь что вы для себя здесь услышите много полезного и так хранители рода выходят с вами на связь рот вам хочет что-то сказать на три варианта я сейчас выложу по карте которая будет обозначать кого-то из вашего рода кто хочет вам что-то передать и так кто пришел для первого варианта что-то передать что за человек что за человек для второго варианта пришел для передачи информации и для третьего варианта тоже здесь кто-то пришел и так посмотрите пожалуйста на предложенные варианты почувствуйте какой вас зовет у вас есть минута чтобы сделать свой выбор а 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 Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Да, покойная душа. Четверка мечей. Что хочет сказать про себя этот человек? Четверка мечей. Давайте смотреть. Кто пришел для передачи информации? Человек очень добрый, милостливый. Человек, который всегда был готов всем помогать. И как будто бы, знаете, рядом с ним было очень людей, нуждающихся в помощи этого человека. Мужчину вижу. Пришел мужчина. Причем у него есть какие-то такие очень добрые нотки души, как милосердие, сострадание. Он мог, знаете, где-то и собачку бездомную покормить, и милостыню кому-то дать. И очень много, в принципе, помогал своей семье. Знаете, вот вижу, как будто бы на нем в основном была ответственность за благосостояние семьи, за то, что семья кушает, где она живет. Очень трудолюбивый, трудоспособный. И очень много трудился в своей жизни именно руками. И я могу сказать, что для него семья была приоритетом. Он все в дом. Этот человек, который все в дом, все для себя, для своей семьи, для своих деток. Вот, кто-то, вот дедушка, прадедушка. Не знаю, у меня почему-то буква А идет постоянно. Ну, может быть, у него имя начиналось на А или фамилия. Так, что он хочет про себя сказать? Туз Жезлов и Повешенный. Знаете как, он, вот, правда, своим упорством, своим терпением и своим каким-то, ну, вот, другим радикальным взглядом на жизнь, на какие-то вещи, он очень много боролся в этой жизни. И еще он очень сильно вам помогает. Вам просто нужно это заметить. Вот эта душа из вашего рода, которая действительно за вами наблюдает и которая действительно как будто подталкивает вас всегда на правильный путь. Во снах, кстати, может к вам приходить. Во снах может приходить. Очень много энергии, очень много жезлов на него выпадает. Очень активный был при жизни. Столько дел, столько забот. Вот, причем, вот говорю, заботился не только о своей семье, но вот как будто ему еще были небезразличные другие судьбы. И еще очень умный был. Очень, знаете, такой эрудированный, начитанный человек. Какой он вас видит? Какой он вас видит? Ой, замечательно. Туз Кубков. Очень добрый. У вас поток энергии, поток любви. Поток любви, которым вы хотите делиться. А вообще, вот, если у него в жизни была больше развита именно энергия, активность, то для вас очень важна сфера чувств. Вы, в принципе, человек, которому по жизни нужен другой человек. То есть, вот для вас любовь, взаимоотношения и погода в доме играют очень важную роль. Очень важную роль. Детки тоже очень их любите. Очень, возможно, у вас хорошо контакт с ними построен. И вот вода. Вода, очень много воды. Может быть, вы очень хорошо плаваете или у вас батарейка перезаряжается ваше около моря, около океана. Это как будто, знаете, такая очень важная для вас энергия. И еще я вижу, что на пороге вы сейчас абсолютно чего-то нового. Абсолютно. Давайте посмотрим, по мнению этого мужчины, на правильном ли вы жизненном пути? На правильном ли вы жизненном пути? Правильной ли дорогой вы идете? Однозначно. Однозначно. Королева Пентакли нам говорит о том, что то, чем вы занимаетесь, тот человек, с которым вы рядом находитесь, это действительно ваше предназначение по жизни. Во-первых, вы профессионал. В любой сфере, в которой вы развили какие-то навыки, вы профессионал с большой точки. Даже если я говорю про человека, который занимается домашним хозяйством и не работает. Но если вы работаете, то однозначно это дело всей вашей жизни. Вы прекрасный руководитель. Вы здорово распоряжаетесь финансами, людьми. И вообще вы очень добродушная к людям. Вот я вижу, у вас это качество передалось от этого мужчины. Вот эта вот любовь, да, какое-то сострадание, милосердие, помощь. Вот вам небезразличны такие качества. И вас они очень сильно развиты. Давайте посмотрим, по его мнению, от чего вам нужно, ну не то что отказаться, избавиться в своей жизни. Есть ли что-то, от чего вам нужно избавиться? И что вам нужно принять в свою жизнь? Посмотрите, как интересно. Выпало две карты, и причем обе энергии детей. Энергии очень ясные, очень светлые. От чего нужно избавиться? Паш Жезлов. Знаете, это про то, что, возможно, есть какие-то, или вот воспоминания, которые касаются ребенка. Или что-то из прошлого, что дало ростки, но по какому-то, по какому-то своему, что-то, что-то не получилось, возможно. Сейчас я посмотрю, про что конкретно этот Паш. От чего нужно избавиться? От чего нужно избавиться? Восьмерка Жезлов. Это какие-то мысли о ребенке. Это какие-то мысли, новости, возможно, которые вы ждете. Вот от этого нужно избавляться. И избавьтесь, можно еще это трактовать так, что от излишней какой-то медлительности. Больше здесь требуется от вас активных действий. Вот. То есть не засиживаться на каком-то изначальном этапе, а начали что-то в своем деле новое. Развивайте это быстро, активно. Не сидите на месте. Хотя к вам это не очень относится, сидеть на месте. Но все же как будто вам нужно отпускать из жизни энергию, которая очень медленно развивается. Тут нужно масло подлить в огонь. Однозначно. А что принять в свою жизнь? Кого-то идет прям действительно рождение ребенка, новая душа. И здесь идет счастье. Вот тут просто простым языком скажу. К вашу жизнь идет счастье. Примите его и будьте благодарны. Очень позитивная энергия от солнышка. И знаете, такое ощущение, что если есть что-то в вашей жизни, к чему вы сейчас стремитесь, какое-то заветное желание, или то, во что вы вкладывали так много сил, усердия, вот вы это наконец-таки получите. Просто открывайте свои объятия и впускайте эту позитивную энергию в свою жизнь. Есть ли какой-то совет, совет для вас от этого мужчины, который вышел с вами на связь? Какой совет ты хочешь дать? Двойка. Всегда находи баланс своей жизни между работой и взаимоотношениями, друзьями, между всеми вообще сферами в жизни, которые у вас присутствуют. Потому что, может быть, вам этого баланса не хватает. Дальше. Умей правильно делать всегда выбор. И при этом выборе опирайся больше на здравый смысл и на материальное. То, что можно потрогать. Что здесь еще? Какой еще может быть совет для вас? Ой, здорово. Знаете, девочки, если кто-то в своей жизни хотел изучать Таро или практиковать какую-то магию, эзотерику, у вас есть все для этого шансы. Но если это не касается магии, то совет больше читай, больше узнавай. Вообще, Тайная Жрица, это уже у нас карта про знания. Про то, что больше впускаю в свою жизнь информации. И не до конца открывайся, а будь немножко... Знаете, счастье любит тишину. Я вижу, у вас в жизни очень много счастья. Поэтому старайтесь это счастье держать внутри своей семьи. Вот такое вот послание для вас. Больше изучайте, читайте. Счастье держите при себе. Находите баланс в вашей жизни, опираясь на материальное. И умейте делать правильный выбор. Вот так вот. Последнюю хочу достать карту. Просто какое вот хочет он вам слово сказать, этот человек? Какое слово? Я о тебе забочусь. Любовь, забота. Любовь, забота. Знаете, как будто даже как отцовская какая-то любовь. Я, говорит, всегда буду тебя любить. Вот такой вот у меня расклад для вас, кто выбрал первый вариант. Буду ждать от вас обратной связи. И спасибо вам за внимание. И я перехожу к раскладу под номером два. Здравствуйте, кто выбрал второй вариант. Давайте смотреть, кто вышел с вами на связь, что он хочет о себе сказать, чтобы вы понимали. Итак, кто с вами вышел на связь? Мужчина. Мужчина, который... Хоть он и с вашего рода, но я вижу у него еще и другую кровь. У него как будто смешанные крови. Очень... Он очень старенький был, когда он умер. И если говорить про его какие-то качества при жизни, то он был очень спокойный, рациональный, очень умный, очень начитанный, очень, знаете, чувствовал людей. Но ему всегда хотелось как будто бы находиться наедине с собой, со своими мыслями. Даже если он был, да, у него была семья, то для него было крайне важно находиться время от времени вот просто с самим собой. Вот так вот. И еще много путешествовал, повидал, повидал в своей жизни разные страны. И он как будто, знаете, говорит, что я видел больше, чем другие. Вот не знаю почему. Что он еще хотел бы рассказать о себе? Что хотел бы рассказать о себе? Очень много в нем любви. И вас очень любит. Очень любит, говорит. И, кстати, этой любовью он очень делился. Много деток у него, скорее всего, было. Больше двух вижу. И, знаете, у него настолько было много любви, что как будто вот он даже не знал, куда ее девать. Он как бы уже раздарил ее всем. Но у него она все равно лилась через край. Вот. Интересно так. Мужчины обычно не с такими энергиями выпадают. А тут, знаете, огромная забота, огромная любовь к своей семье, к этой жизни, да. Он очень любил жить. Он очень любил видеть, да, нашу планету, Землю с разных сторон. Возможно, еще разговаривал на каком-то другом иностранном языке. Какой он видит вас? Человеком, который привык добиваться своего и у которого, знаете, терпеливый, вот, очень терпеливый, целеустремленный, работоспособный и привык всегда добиваться своего. И если не получается, то у него хватит терпения, чтобы дождаться своего. Вот. Но вообще, возможно, вы сейчас можете чего-то ожидать в своей жизни. Во что-то вы вложили очень много сил, энергии. И чего-то вы ждете каких-то результатов, которые, ну вот, почему-то до сих пор не получили. Сейчас я посмотрю, чего это может касаться. Коллектив. Как будто хочется вот выделяться из толпы, хочется, чтобы вас заметили и хочется что-то кому-то доказать о себе. Вот. Еще можете, ну вот, соревновательный момент какой-то с кем-то у вас. Может быть, у вас много конкурентов просто, и вы ждете, когда эта конкуренция исчезнет. Да. Давайте посмотрим, по мнению этого мужчины, на правильном ли вы жизненном пути. На правильном ли вы жизненном пути. Ой. Нет, девочки. Посмотрите, что я здесь вылезла. Здесь однозначно вы связались с кем-то или с чем-то, от чего нужно избавляться. Потому что 15-й аркан нас всегда ведет в 16-й. А в 16-м, если вы помните, башня. А башня, ну разве это хорошо? Ну в каком-то смысле, конечно же, это хорошо, когда из нашей жизни уходит все ненужное. Но по башне это больно. И то, с чем вы сейчас связались, ни к чему хорошему не приведет. Это могут быть какие-то всяческие зависимости. Это могут быть отношения, которые пагубно на вас влияют. Сейчас я посмотрю, почему дьявол. Это может касаться отношений, которые губительно на вас влияют. И это может касаться какого-то потока информации. Поток информации других каких-то стран еще, другого языка. Интересно. Давайте посмотрим, от чего вам нужно избавляться. От чего вам нужно избавляться в своей жизни. От чего вам нужно избавляться. Вот то, за что вы воюете, нужно отпускать. Потому что эта война не стоит ваших сил. Потому что здесь просто махание палками в никуда. И это не приводит ни к какому результату. А результат это мы ждем, но мы его не получаем. И по тузу еще мне здесь... Да, туз, колесница. Тут прорыв какой-то должен случиться. Тут какой-то выход на другой уровень должен случиться. Который не наступает. Знаете, я скажу так по тузу. Избавляйтесь, пожалуйста, от какого-то радикального мышления. И от каких-то убеждений. Потому что ваши мысли очень сильно влияют на ваше... Конечно же, мировоззрение. И на то, что происходит в вашей жизни. Еще кому-то по тузу нужно избавляться от пагубных отношений. От пагубных отношений. Да. Знаете, отношения, в которых вы находитесь как, знаете, на порохе сидите. Ну вот. Очень много какой-то зависимости. Причем, может быть, еще зависимость это материальная. Что вам нужно принять в свою жизнь? Что вам нужно принять в свою жизнь? Вам нужно больше открываться. Вам нужно больше доверять. Вот что. Потому что видно, что жизнь вас побила. Вас помотала. Очень много было каких-то ситуаций. Ну, которые делали вас сильнее, да. Но это очень плохо вами переносилось. Очень много переживаний. Очень много каких-то... Знаете, вот выживания. Выживание. Постоянное выживание. Вот. Сейчас в вашу жизнь нужно впускать энергию. Все. Мне не нужно больше выживать. Мне не нужно ни за что бороться. И я буду доверять. Я буду открываться. Вот что. Вы немножко закрыты. Вы немножко закрыты. Нужно быть более открытой. И что здесь еще нужно впустить в свою жизнь? Вот. Здесь нужно понять, что... Ну, во-первых, жизнь к вам благосклонна. И есть человек, который о вас заботится. Есть человек, которому можно доверять. Это может быть ваша мама. Это может быть кто-то вот из вашего рода все же. Мама, бабушка, я не знаю, сестра. Вот. Если вы немножко закрываетесь от общения с ними, тут нужно налаживать отношения. Потому что это очень важно для вас и для вашего рода. А еще, возможно, кто-то из вашего рода, да, по женской линии, очень нуждается в вашей, ну, вот, поддержке. Какой совет для вас? Какой здесь будет для вас совет? Ой, замечательно. Вообще, у вас на самом деле есть в жизни все то, что вам нужно для счастья. Вам только нужно этим пользоваться и быть благодарной. Будь красива. Собирай вообще плоды этой жизни, потому что я вижу, что у вас есть чем гордиться. У вас есть то, к чему вы стремились. Очень много шишек набили, конечно, но у вас все же есть то, что делает вас счастливой. Поэтому будь ей. И еще, здесь один из самых главных советов, будь самодостаточной, вот, независимой. Если вы находитесь в зависимых отношениях, особенно в финансовом плане, ой, как не нужно это делать. Ой, как нужно быть независимо финансово. Вот вам он именно так и говорит, что подумай о своей финансовой безопасности. Красиво жить не запретишь, это понятно, но подумай еще про то, что нужно всегда и во всем рассчитывать на себя, если что. И какое он хочет вам слово сказать в заключении? Какое слово хочет сказать вам в заключении? У тебя ждет очень интересная перспективная жизнь. Перспективы вас ждут. Перспективы. У вас все получится, девочки, мальчики. Абсолютно все получится, к чему стремитесь. Избавляйтесь от ненужного. Вот и все. Убирайте из своей жизни вот этого пятнадцатого, потому что он мешает вам. Он вас сводит с другой... Он сводит вас с нужного пути, вот так вот. А вам вы сердцем чуете, где ваш путь. И вам, конечно же, помогают по жизни. Все, вас ждут перспективы. Вот такой вот у меня для вас расклад, второй вариант. Буду ждать от вас обратной связи. И буду переходить к раскладу под номером три. Здравствуйте, кто выбрал третий вариант. Сейчас буду настраиваться на вас. Кто пришел здесь для передачи информации. Что хочет рассказать про себя. И потом уже будем спрашивать, какое для вас послание. Давай смотреть. Что же этот человек, который пришел, хочет рассказать именно про себя. Хочет рассказать про свою жизнь, про какие-то, возможно, свои качества. Или еще что-то. Я не знаю. Давайте посмотрим. Итак, карта человека, который к вам пришел. Ой, луна выпала. Ну, во-первых, этот человек мог быть связан с магией, с эзотерикой. И вообще у него была экстра чувствительность к природе, к происходящему. Он мог работать со стихиями, с энергиями. И очень здорово чувствовал людей. Вообще по луне обычно это женщины. Ну, давайте посмотрим, что конкретно он хочет про себя рассказать. Ой, два рыцаря выпало. Слушайте, у меня все равно ощущение, что это женщина. И женщина, которая, знаете, ее... По жизни у нее было достаточно много мужчин. Возможно, она была замужем не один раз. И очень энергичная, если говорить о ней, как о личности. Очень много могла увидеть разных стран, поездить по этому миру, повидать разные страны. И о характере, очень взрывной характер, вспыльчивый. Знаете, всегда отстаивала свое мнение. Всегда боролась за какие-то права. За мужчин, я вижу, боролась. Могла в треугольники в своей жизни в какие-то впадать. И вот очень и очень много у нее активности было среди... Вот, короче, ухажеров у нее очень много было. Говорит, боже, я не знала, как мне от них отбиться. По Луне я еще сейчас хочу немножко уточнить, почему Луна. Расскажи, пожалуйста. Луна и король Пентаклей. Слушайте. Может быть, она еще в своей жизни, ну, делала какие-то, ну, там, в общем, магические штучки, типа приворотов на мужчин. Такое тоже может быть. Или, знаете, каким-то образом финансовые потоки. То есть, ну, точно она каким-то... Ой, и отшельник здесь выпадает. Нет, с магией могла быть связана однозначно. Какая-то прабабушка. Бабушка, в общем, по женской линии еще может. Хотя нет, не по женской, по мужской линии. Вот, по мужской линии здесь какая-то женская душа. Давайте смотреть, что она хочет сказать про вас, про тех, кто смотрит этот расклад. Что хочет сказать про вас. Вы очень хитренькая такая. Очень. Причем, а свое не отдам никому. И по жизни можете использовать свою женскую мудрость. Где-то хитринку, где-то промолчала, где-то дала взятку, где-то, значит, пошла по головам, если это надо. И могли в своей жизни также переживать очень много каких-то разочарований в людях. Доверяли, доверяли, а потом всплывает правда, и вы в человеке разочаровывались. Это могли быть какие-то обманы, предательства. Ну, как треугольники, тут понятно дело. Ну, и вообще непростые взаимоотношения, скажем так, были с людьми. Что еще хочет сказать про вас? Какую еще информацию хочет про вас сказать? Мечи, видите, на вас выпадают. В общем, интеллектуально очень развиты. Действуйте в своей жизни спокойно, размеренно. Взвешивайте все. Рационализм у вас преобладает в ваших решениях. И для вас вот 10 раз отмерить и, может быть, отрезать. Вот. И если вы режете, то назад пути нету, это точно. Возможно, еще вижу, что у вас могут быть какие-то сейчас проблемы со здоровьем. Какие-то проблемы. Может быть, в больнице лежите. Может быть, недавно, да, какой-то, да, реабилитационный период. Что-то такое. Давайте посмотрим, на правильном ли вы жизненном пути находитесь. На правильном ли вы находитесь в жизненном пути, по мнению вашего рода. Девочки, на правильном. Все делайте верно. Руководствуйтесь, знаете, еще своими ощущениями. Вот такое ощущение. У вас есть чуйка. Вот вам этой чуйкой нужно пользоваться. Однозначно. Однозначно. Если вы сейчас находитесь в отношениях, то хороший человек. Искренний. Прям стоит пробовать и стоит доверять. Если это отношения, в которых вы находитесь, официальные отношения, то тоже я вижу, что хорошая атмосфера у вас. Есть ли что-то, от чего вам нужно в своей жизни отказаться? Иерофант. Знаете, если у вас есть кому-то, кому вы подражаете, кого вы слушаете. Это может быть или психолог, или какой. Ну вот человек, который является для вас примером. Вот от этого нужно отказываться. Здесь нужно как бы уже впитать все то, что вы хотели получить от этого человека. И от него нужно отказываться. И знаете, по иерофанту еще. Вот если вы занимаетесь какими-то нравоучениями, да, любите поучать, ну не стоит этого делать. Обращайте больше внимания на вот свою жизнь, на то, что происходит в кругу вашей семьи, ваших близких. И перестаньте заниматься нравоучительством, нравоучением. Да, видите. Как будто, ну вот вам виднее, как должно быть у других, как вам кажется. Что нужно впустить в свою жизнь? Для чего открыть двери? Что нужно впустить в свою жизнь? Ой, две карты. Впустите в свою жизнь энергию изобилия самодостаточности и примите то, что никто вам подметки не годится. Будьте спокойны. Если вы считаете, что кто-то хочет чего-то урвать, то, что принадлежит вам, не переживайте, потому что они этого не сделают. Ну, во-первых, вы не дадите, а во-вторых, они вам в подметки не годятся. И еще перестаньте думать, что у вас есть какие-то враги или люди, которые вот, да, хотят чего-то там у вас отобрать. Перестаньте конкурировать, потому что, опять же, вы вне конкуренции, и вам этот рот, ваш рот хочет напомнить о том, что вы вне конкуренции находитесь. Вот так вот. И, девочки, еще есть такой момент. Это я говорю для тех, кто находится не в отношениях. Перестаньте отпугивать мужчин своим поведением, если вы хотите, чтобы вы были счастливы. А вот здесь какой-то момент, что вы, да, такая, не дотрога, да. Не хотите, чтобы в вашу жизнь, значит, вот эта вот энергия пятерки мечей вновь заходила. Такое, знаете, недоверие к мужчинам. Я самодостаточная, мне никто не нужен. Вот, нужно от этого избавляться. Ну, как бы расклад общий, поэтому я несколько моментов озвучила. Какой совет для вас от вашего рода? Какой совет? Ой, разгрузите, пожалуйста, свою жизнь. Очень много у вас обязанностей. Света белого не видите. И обратите внимание, пожалуйста, на свое здоровье. Еще здесь может быть шейно-позвоночный отдел, ножки, вены. И реабилитационный какой-то период. Если касается жизни вашей, то разгрузите, пожалуйста, свои обязанности, потому что дальше так нельзя. Очень много дел вы делаете, которые не нужно делать, которые нужно, возможно, дать кому-то другому. Вот. И больше находите времени для отдыха, для себя, любимой. Выделяйте время просто себе. Вот. Какое вообще слово хочет сказать вам в заключении эта женщина? Ой, смотрите, нам здесь выпала императрица. Императрица и король жезловый. Как здорово. Значит, любите себя, любите своего мужчину, будьте счастливы в отношениях. Кто не находится в отношениях, то вот-вот к вашу жизнь придет вот этот вот жезловый король. А кто находится сейчас в отношениях, то это вот ваш человек однозначно. И энергия императрицы — это энергия созидания, творческая энергия, энергия, которая дает жизнь всему новому. Поэтому дарите этой жизни, этому миру, себе, своим близким, любовь, заботу и очень положительные эмоции. И вам в ответ будет прилетать все то же самое еще и вдвойне. И вообще очень здорово, да. Мне очень нравится, что вы такие разные с мужчиной, но все-таки вы вместе. Абсолютно разная энергетика. Но она почему-то сливается. Говорят вам, ваш род, будьте счастливы в семье. А еще кто-то будет скоро ждать ребенка или узнает о беременности. Такое тоже может быть. Третий вариант. У меня для вас все. Буду ждать от вас обратной связи. И благодарю, что посмотрели этот расклад. Буду с вами прощаться. Вы были на канале Взгляд Свыше. До новых встреч, до новых раскладов. Всем пока.